Здравствуйте! С вами Мастер Спорт, а программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорт расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин. Обещаю, будет интересно. Новая лига, новая команда. В Самаре прописалась студенческая баскетбольная лига. Честь столицы нашего региона защищает клуб «Энергия» Технического университета. О старте первого сезона в первенстве страны мастеру спорта расскажут Константин Селяев, член правления Федерации баскетбола городского округа Самара, и Александр Кузнецов, игрок команды «Энергия». Здравствуйте! Добрый день! Ну и первый вопрос, вообще как появилась эта команда? Команда появилась на базе хороших традиций, спортивных традиций Технического университета, которые есть давно. И не просто спортивные, но в том числе и баскетбольные. Появление команды совпало с появлением лиги. Одно, скажем так, способствовало другому. Данная лига, наверное, лучшая студенческая лига в стране, по всем видам спорта, если взять. И наличие хороших традиций, игроков молодых с хорошими навыками и умениями, пожалуй, те слагаемые следующего шага — это создание этой команды. Ну а дальше вопрос участия спортивного клуба «Космос» в создании, который несет финансовую нагрузку, и того же Технического университета. Все очень просто. Энергия — это название команды. Это посмотрев, прикинув, что бы это могло быть, учитывая некоторые факторы, в том числе рода деятельности, лиц, которые в главе «Космоса» стоят, и молодость команды, потому что самая молодая команда в лиге, и энергия — это ключ к победе. Собственно говоря, домашние матчи это и показали. А «Космос» — это спортивный клуб, который занимается развитием баскетбола в городе, в Самаре, и детско-юношеского баскетбола. И вот, скажем так, команда «Энергия» — это составная часть клуба, можно сказать, уже неотъемлемая, та вершина, куда мы надеемся, будут стремиться все наши воспитанники. Но отбор — это вопрос тренера. То есть достаточно много, как я уже говорил, в политехе игроков разного уровня. Кто-то готов лучше, кто-то хуже. И дальше уже тренер проводил тренировки, сборы какие-то предварительные. Уже формировалась команда из тех, кто есть. Саша, с вашей точки зрения, как это все происходило, опишите. Ну, я был до этого три года в Москве играл за командой ЦСКА, потом там какое-то время получил травму, в какое-то время. И, ну, вернулся в родной город, в Самару, то есть поступил тут в политех, в Самарский статистический университет. И в какой-то из дней, ну, это было летом, мне позвонил главный тренер Александр Пешович Селяев и предложил попробовать и поиграть в этой команде. Так сказать, вернуть себе уверенность после травмы, после годичного перерыва в баскетболе. И как произошло возвращение в большой баскетбол? Ну, я думаю, удачно. Во всяком случае, мы, хотя и одна из самых молодых команд считаемся, но мы показываем достойный, качественный и хороший баскетбол. Средний возраст команды какой? Вот все, молодая команда, молодая команда, чтобы понимание было. Чтобы было понимание, у нас все игроки, это первый или второй курс, то есть 97-98 год рождения, и самым старым ветераном, можно сказать, команды является Дмитрий Дударевич, который 94-го года. То есть 22 года ему, это самый старый ветеран команды. Остальные ребята 17-18 лет, 19, не старше. А в других командах? В других командах, как правило, основа команды составляет 4-5 курсы, это как раз-таки 22-23 года. Это, как бы скажем, да, и разница получается среднего возраста порядка 4 лет, это существенно. Для баскетбола? Да, для любого вида спорта, мне кажется, это существенно. Особенно, если речь идет не про возраст 26-30, а когда это 18-22, все-таки разница чувствуется. Но она чувствуется, может быть, в какой-то физических кондициях, хотя ребята у нас надавать должное, готовятся с должным рвением и желанием, я думаю, что они компенсируют полностью всю ту разницу в возрасте, которая есть в своей работе и своей энергии. Ну, получается, будет постоянно проходить ротация, да? То есть если не учишься в институте, да, одни игроки уходят, другие приходят, откуда они будут проходить? Ну, вообще появление этой команды для самарского баскетбола очень важно, для баскетбола вообще, потому что, как мне кажется, на базе именно студенческого баскетбола, да, могут формироваться игроки высокого уровня. Потому что по окончании школы, да, отыграв сезон, может быть, другой в дюбле, вот этот этап перехода во взрослый баскетбол, он очень важен. Вот соревнования, которые сейчас организовались в студенческой среде, они, повторюсь, хорошие. И это действительно уникальная возможность и учиться, и играть очень близко к профессиональному уровню. Поэтому, закончив вуз, дальше пути, если баскетбольный, ты выбрал дорогу, дальше путь баскетбольный. Если ты баскетбольную дорогу не выбрал, ты можешь дальше работать, имея хорошую специальность. А новые игроки будут появляться, поступая в вуз. А отбор все-таки, как вот он будет в команду? Любой поступивший в вуз может... Если он умеет играть в баскетбол, конечно. Если это любой человек, поступивший в технический университет. Или наоборот, вот как в американских фильмах, да? Вот он там из спортшколы какой-то, в расовую институтскую команду. И это в том числе, это вопрос селекции. Конечно, если игроки интересны, игроки тренеру, прежде всего, игроки с точки зрения баскетбольной карьеры интересны, конечно, с ними наверняка будут разговоры о том, что поступать нужно в технический университет, для того, чтобы иметь возможность играть в сильнейшей студенческой лиге. А перспектива тогда вышла из команды «Энергия», хочет остаться в профессиональном баскетболе. Что может предложить федерации? Ну, федерация профессиональным баскетболом занимается опосредственно. Мы всячески содействуем этому, но не имеем представления команды. Но у нас есть, если говорить про Самарскую область, есть БК «Самара». Если говорить про баскетбол профессиональный вообще, то хоть и не так много, к сожалению, баскетбольных клубов, но они есть. И востребованный игрок, качественный игрок, он всегда будет нужен. Поэтому дальше путь профессионала, он может быть связан как с родным регионом, так и с любым другим, где будут лучшие условия. Александр, вот ваши перспективы, ваши мысли насчет баскетбола своего в будущем. Вы уйдете из баскетбола после технического университета или будете продолжать баскетбольную карьеру? Нет, конечно же, я хочу попытаться связать свое любимое дело в баскетбол, профессионально, то есть заиграть дальше в каком-нибудь клубе, чтобы баскетбол стал профессией, частью жизни. Как вы думаете, сложно будет? То есть и доказать в команде наверняка нужно, что ты достойный играть уже потом в Самаре. Да, конкуренция есть всегда, она везде присутствует, конкуренция, она и должна быть, чтобы, прежде всего, сам игрок рос в плане мастерства и уверенности в себе. Чемпионат уже начался, что можно сказать? Как выступает команда с вашей точки зрения? Саша, вот как, так скажем, изнутри ты можешь оценить игру команды? Чемпионат действительно начался. Начался сложно, потому что у нас было шесть выездных игр, и это были шесть поражений, но это были игры с лидерами прошлых лет. Только собранная команда, только молодая, это очень сильно было тяжело, прекрасно понимаю, никто не ждал суперподвигов от нас. Это были шесть поражений. В дальнейшем были домашние две игры, которые были выиграны, и совершенно недавно вот еще четыре игры, которые также мы как бы одержали победы. Я считаю, что это очень достойный результат, а самое главное, что лично мне и многим болельщикам, с которыми я общался, нравится сама игра. Качество игры, движение игроков, это то, что вдохновляет. Поэтому я практически не сомневаюсь, что придут и выездные победы. Это вопрос опыта, в том числе, и игрового, и, скажем так, жизненного даже отчасти, потому что играть на выезде всегда тяжело. Надеюсь, что выездные победы не создают себя ждать, а цели команды ставит всегда и руководство, и тренер. Насколько я знаю, есть большое желание попасть в плей-офф? Ну, сезон начался очень тяжело для нас. Где-то не хватило опыта, где-то сыгранности в каких-то играх. Допустим, с командой из «Гавка», то есть это московская команда, они там вместе уже более двух-трех лет, то есть у них сыгранность, они понимают друг друга. А у нас молодая только собранная команда, это было где-то тяжело. Например, с командой из МГУ, там решала, я думаю, скорее всего, физика. То есть они были покрепче, посильнее, а мы уступили в этом плане физическом. А сейчас, в данный момент, мы потихоньку привыкаем друг к другу, и командное взаимодействие подтягиваем, и физическую кондицию формы тоже подтягиваем, и становимся лучше с каждым днем. А настроение в команде какое? Только позитивное, после четырех побед подряд дома. Позитив, все хорошо. Следующие игры, кстати, не так далеко, 29-30 ноября, и как раз команда играет с тем самым «Гавком», это Академия физической культуры из Малахвки, которая все последние годы была и призером чемпионата, и была победителем чемпионата. Наши обидчики в первых играх, я надеюсь, что уж здесь-то мы их горячо примем. Со всеми командами будем бороться и показывать свою игру, и навязывать свою игру, чтобы показывать хорошие результаты, и чтобы самим было приятно побеждать и выигрывать всех. Это был студенческий баскетбол на телеканале «Самара ГИС» в программе «Мастер спорта». Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.08 или раньше на спортивных площадках ГорДС. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!